Добрый вечер, дамы и господа. Сейчас продолжение моих приключений на планете змееподобных. Нахождение моё в клубе, в танцевальном клубе гигантских размеров, размером со стадион. Когда от меня уходит девушка змееподобная, я начинаю задумываться, что мне делать дальше, то есть танцевать, музыка не та слегка играет, от которой мне хочется танцевать. Я тогда начинаю искать глазами, где же мои те друзья, с которыми я прилетел сюда, чтобы найти их компанию и продолжить тусоваться вместе с ними. Я начинаю спускаться через центр зала, с подиума пирамидального. Спускаюсь и начинаю проходить сквозь центр, в ту сторону, где-то ближе к началу, где последний раз видел своих друзей. Конечно, иду сквозь эту толпу, которая двигается, и иногда приходится даже уворачиваться. Сейчас более внимательно всматриваюсь в эти движения, и иногда надо мной прилетает какая-нибудь лапа, иногда нога, иногда хвост около меня, что я аж немножечко раз сторонюсь. Ну то есть они танцуют по-своему, они не все меня замечают, и мне приходится лавировать между ними, вот так обходя сторонами и уворачиваясь от некоторых движений. Ой, не знаю, через сколько секунд или минут в итоге я нахожу своих, вижу, как они двигаются, приближаюсь к ним, они мне улыбаются, я встаю в их кружок, и мы начинаем двигаться. То есть я начинаю пританцовывать и смотрю на них, как они это делают. Они змееподобные, и у них длинные хвосты, толстые такие, как у удавов. Ну, плавно переходящие из их туловища в хвост, и очень длинный. И они в основном закручиваются, там вообще большинство танцующих это змееподобные, хотя где-то около 50%, там плюс-минус, сколько-то, даже скорее больше, процентов 60 может. И мои друзья, и эти самые змееподобные, большинство из них танцуют так. Они скручивают свой хвост в спираль, опираются ей на землю или на пол, и как бы пружинят на нем, вот так вот. Некоторые покачиваются, как бы, в разные стороны и руками движения совершают, а некоторые пружинят, как на пружинах, так, вау-вау, вот так вот. Некоторые, лишь как бы, шатаются, так вот. Пружина, действительно, она может, как бы, колебаться из стороны в сторону, а может так. И вот они так вот пружинят под эту музыку. А некоторые, и один из моих друзей, стараются подпрыгивать, и некоторые очень высоко. То есть они вот пружинят, пружинят, потом как бух, и подлетают вверх. И некоторые из тех, кто владеет левитацией, медленно-медленно опускаются после этого, как на парашюте, наверное. Так вот, кстати, прыжки очень высокие. Наверное, вот хвост, он же из мышц состоит. Вот этот вот прыжковый эффект дает, вот этот хвост, как бы отпружинивая вверх, очень высокий. Ну, не знаю, метров, кажется, что метров 10, наверное. Или, может, мне кажется, действительно. А может быть, ну, приличная высота. А люди на такую высоту прыгать не могут. Ну, метров 8-7, так это наверняка. Хотя там элемент левитации у них все-таки присутствует. Поэтому и невесомости там все-таки поменьше, чем у нас на Земле. Поэтому как-то там все легче получается. То есть там гравитация, точнее. Вместо невесомости, я оговорился, гравитации там где-то процентов на 20 меньше, чем у нас, что ли. Но по ощущениям, я сам ощущаю, что я как бы легче бешу и могу прыгнуть чуть выше, чем на Земле. Ну и продолжаются эти движения. И что еще? Я по сторонам осматриваю, кто вокруг нас. И по одну сторону, в первую очередь, я замечаю громил. То есть, подходя к своим друзьям, я заметил, что около них танцуют гигантские такие... Ну, я их монстрами ощущаю. Ну, можно назвать монстрами, такими лохматыми, косматыми. Не пойми кто. Ну, может быть, что-то между медведем, снежным человеком и каким-то... Но... Да, вот больше снежные люди какие-то гигантские. Но все-таки не снежные. И где-то раза в два больше, может быть, людей. Ну, точнее, меня конкретно. Ну, у меня рост метр 175, у них где-то, скорее всего, больше трех. Ну, где-то около трех, в общем. И вот они... Они тоже там... Я, как заметил, они начинают растанцовываться. То есть, когда я подходил, они стояли и как-то слегка двигались. А через несколько минут, когда я поворачиваюсь к ним, смотрю, они более активно танцуют. Я вначале еще немножечко начал опасаться. Какие-то они крупные. Такой монстр рукой махнет, меня унесет отсюда. И я стал, когда они стали более активно растанцовываться, я стал на них чаще поглядывать. Так. Не опасно ли около них двигаться? Но в этот момент, когда в один из моментов, я обращаю внимание, мой фокус... Ну, там вот темно. После монстров мой фокус, внимание, меняется на... То есть, огни высвечивают периодически нас, то есть, вспышки. И темнота проявляется тем, что я вижу рядышком со своими... Ну, с моими друзьями, с другой стороны от нас. То есть, монстры мы и кошачьи. Но в первую очередь, мой взгляд падает на одну. Сразу видно, что это женского рода. То есть, девушка или девочка. Кошка. Кошка-девочка. Или человека-кошка. Коту-человека. Какой-то вот смесь между кошкой и человеком. И мой фокус... Сразу падает на неё. Ну, видать, у меня вокруг неё... Два таких же кота, то есть, похожих на неё. И один кот поменьше ростом и как-то покрупнее. Похоже, две разных породы. То есть, один из одной расы, наверное. А эти трое из другой расы. Или из двух разных планет, но они похожи вместе. Они дружат. А они тоже танцуют. И эта кошечка, она очень тоненькая. Такая вот утончённенькая. И у меня... А у меня вообще с юности, наверное, такая симпатия к тонким людям или к худеньким людям. Такая подсознательная. Ну, она передалась ещё из пятого измерения, наверное. А здесь и из домашних животных мне нравятся больше всего кошки. И вот эти две симпатии, или три, вот... Утончённость, кошачьисть и тонкость совпадают. И поэтому у меня взгляд только на неё. То есть, хочется смотреть только на неё, любоваться и рассматривать. И я начинаю изучать её. Но не всегда я на неё поглядываю, то есть, периодически. То вокруг, то на неё. И, ну, всё больше на неё. Ну, и рядышком с ней тоже два таких тонких кота двигаются. Я тогда вот так располагаюсь. То есть, у нас кружочек. И я начинаю так, сдвигаюсь так, чтобы постоянно в её сторону мой взгляд был. Чтобы не коситься, а прямо смотреть. И даже на какой-то... Пока музыка не такая звучит, которая мне очень нравится. Я даже на какой-то момент останавливаюсь и замираю, и смотрю на неё без движения. И в этот момент я ощущаю сильный толчок сзади. Да такой мощный, что я вылетаю со своего места и лечу прямо в эту кошку. То есть, я, конечно, ногами как-то ещё пытаюсь перебирать снизу, но инерция такая сильная, что я вырезаюсь в неё. Мы вместе ещё какое-то, сколько-то там, какое-то расстояние пролетаем. То есть, и потихонечку начинает опускаться. И вырезаемся в других танцующих. И за счёт этого смягчения, то есть, кошка меня смягчила, полёт всё меньше, а инерция. И те следующие, третьи, ещё меньше полёт. То есть, те, в кого мы вырезаемся, они гасят с собой этот полёт. То есть, мы падаем на землю. И те тоже падают. И я так приподнимаю голову, и я как раз, оказывается, лежу на кошке. То есть, сверху на кошке оказываюсь. И я немножечко, раз, голову так на руках чуть-чуть приподнимаюсь и смотрю на неё, на её лицо. И она на меня. То есть, мы оказались вообще вплотную, друг в друге почти. И здесь я только дистанцию некоторую сделал, чтобы рассмотреть, на кому это я. И она на меня смотрит, и она первая улыбается мне, и я только, у меня улыбочка только начинается. И вдруг, я ощущаю, как мои руки обхватывают что-то такое очень тёплое, буквально жаркое. И я начинаю взлетать. Я начинаю подниматься над этой кошкой. И понимаю, что эти руки меня подхватили. Кстати, руки гигантские, мохнатые, обхватившие мои руки. И я буквально так, раз, взлетаю на этих руках и переворачиваюсь вверх, то есть, к потолку лицом. И вижу, что надо мной, то есть, я оказываюсь, как я ощущаю, я оказываюсь на ручках у одного из этих монстров. То есть, он в два раза больше меня, и он спокойно меня поднимает. Они, получается, вдвоём меня подняли, и один из них на ручку меня взял. И держит, и вижу второго, который склоняется надо мной, и начинает телепатически передавать такие мысли. «Успокойся, это было не специально, мы сейчас всё исправим, и я прошу тебя расслабиться, чтобы проверить, не принёс ли я тебе каких-то ссадин, травм. Я хочу тебя проверить, есть ли у тебя повреждения». «Ты согласен на проверку?» – он в итоге так спрашивает. Телепатические образы такие, то есть, я их мысленно понимаю, как мысли пакетами он мне передаёт, и я такой головой киваю и отвечаю, да, конечно, конечно, вот, и мысленно, и головой. И он тогда начинает надо мной водить, то есть, один меня держит, а второй начинает обеими руками водить надо мной. Начинает обеими, потом только левой. То есть, он в итоге по всему периметру моего тела проводит, потом, а, что-то просит, говорит тому, кто меня держит, и тот меня переворачивает на ручках, и со спины начинает левой рукой водить. Но он делает очень медленно так вот, сканирует, то есть, вот так, медленно-медленно так. Ох, у меня даже сейчас ощущения пошли. Я, наверное, сам скоро и научусь, наверное, так сканировать до сих пор. Другим местом сканировал. И он проводит по всему моему телу, и в итоге сообщает своему напарнику поставить меня. Они меня ставят, и он телепатически сообщает, что всё нормально, у тебя всё в порядке, ты цел и здоров. И мы ещё раз повторяем, что это было не специально, что мы приносим свои, как бы, вот не извинения, не соболезнования, а своё, как бы, приносим тебе, даём в дар немножко своей энергии, чтобы, доброй энергии. То есть, они как какой-то вот из себя, и из себя выделяют, я смотрю, у них сердце загорелось, и такой пучок света из сердца так, джжж, у меня, мне передался в моё сердце. Я такой, о, и такое ощущение тепла. Да, интересно, что ощущение тепла не в сердце в моём, а в правом, в правом месте у меня здесь сердца-то нету, у меня одно сердце в левом, но я ощущаю разгорающее тепло в правом своём участке, как будто вот, интересный эффект, что вот если бы сердце находилось справа, вот в этом месте я ощущаю себе тепловой эффект. Я им тоже в обратную вот так кланяюсь, и они мне кланяются, то есть, такие поклончики мы сделали друг друга, и в это же время я начинаю показывать на кошку, то есть, проверьте её, начинаю телепатически говорить, а вот её проверьте, и они подходят к кошке, и телепатически у неё спрашивают разрешение, то есть, проверить её, присканировать, не принесли ли они ей повреждения. Когда она кивает и соглашается, они начинают сканировать, они теперь оба начинают, то есть, один спереди стоит, другой сзади, и левой рукой начинает водить вот на таком расстоянии, а где-то, от её тела, то есть, потихонечку, медленно-медленно это делая, то есть, по всему периметру проведя, и потом, в итоге, начали всё тело обошли, а потом переходит к локтю, они, видно, там нашли повреждения, и тогда они просят её расслабить локоть, выпрямить прямо, и один, один из них берёт правой своей рукой снизу, под локоть подводит, а второй сверху под локоть, на локоть, вот так вот, начинает правыми руками, а намек замирает, и я начинаю видеть третьим глазом, как у них интенсивность, ускоренная энергия начинает проходить через их ладошки, то есть, через ладошки, прямо через болевое место, такое ускорение какое-то, там, обмен, а что-то, аж это место разгорается, жёлтым светом каким-то, или золотым, но что-то между этим и тем, то есть, это длится где-то несколько секунд, секунд 5-10, наверное, да, секунд 7, получается, где-то, и всё, они раз отводят руки, и, видать, спрашивают, как локоть не болит, или ощущение, она им телепатически отвечает, что всё в порядке, и они ей кланяются, и они, она им кланяется, и они мне, ко мне через меня, проходя, снова у меня кланяются, и идут на своё место, там, где танцевали. Я, я подхожу к этой кошке, кстати, я на неё засматривался, и у меня мысли такие были, вот бы познакомиться, как бы повод найти, и, в итоге, мои мысли, или моё желание было услышано Вселенной, что и было организовано этими монстрами, то есть, я к ней подхожу, спрашиваю, начиная мысленно ей, то есть, я вначале смотрю в глаза, и она мне смотрит в глаза, я ей показываю на локоть, она гладится по своему локтю и говорит, всё хорошо, то есть, я получаю её мысль в своей голове, что всё хорошо, локоть исправлен, я тогда пытаюсь ей передать свою мысль, а я тебе ничем не повредил, как ты себя чувствуешь, что-то я тебе, а это я был не специально, а она такая мысль мне передаёт, а я уже поняла, что это, это ты это они, это они всё сделали, это не ты, но ты же хотел этого, и я спрашиваю, откуда ты знаешь, она говорит, я чувствовала, я тебя уже, я твои мысли, твои желания уже чувствовала, как только ты на меня начал смотреть, засматриваться, вот такой обмен мыслями у нас не происходит, но я улыбаюсь ей, и такой, я не знаю, что сказать дальше, я такой, ааа, и у меня, видно, энергия кончается, или вот это вот запал, или желание кончается, что я, у меня не находится больше слов, видать, просто энергия перестаёт под это выделяться, то есть я получил своё, я её потрогал, вот так, то есть коснулся её, соприкоснулся с ней, то есть мы слились на секунду там, в полёте, и даже упали вместе, то есть на какое-то несколько секунд мы находились вместе в объятиях друг к другу, и вот этот обмен энергии между нами произошёл, то есть телесной энергией произошёл, а потом ещё и телепатической, и вот другими чакрами соприкосновения произошло, и я какую-то сытость ощущаю, то есть уже не так, то есть я её познал буквально, ну и она меня может быть, и я тогда вот киваю ей, и она меня тоже кивает, и я отхожу к своим друзьям, и они мне начинают говорить, я начинаю с ними общаться, и они в итоге, они со стороны, один из них наблюдал, как всё происходило, он говорит, что вот этот монстр так растанцевался, один из них, что попой своей движение такое танцевальное сделал, ну, слишком мощно, у неё попа-то раза в три, может, больше моей и тяжелее, и он сам гигантский, и вот это движение вильнул попой так, что я просто так коснулся меня, что я отпружинил от его попы и улетел. Время заканчивается на этом, поэтому завершаем это видео, и до следующих встреч. Может быть, в дальнейшем сниму, если будете просить меня об этом, у меня на стене ВКонтакте.